Привет друзья! Снова с вами международный гроссмейст Роман Овечкин. Сегодня я вам расскажу про партию, которая хоть и оказалась для меня проигранной, тем не менее была несомненно очень полезной в плане понимания одного из сложнейших вариантов. Снова речь пойдет о берлинской Эншпиле в испанской партии. После ходов, которые вы видите на доске, возникает так называемый берлинский Эншпиль. Недавно я записал видео, где играл черными. В этой партии я играл белыми. Моим противником был Дмитрий Яковенко. Это сыграно в командном чемпионате страны, в Сочи. В 2005 году эта партия сыграна. Краткая предыстория. В 2003 году Митрий Яковенко играл за команду Нижнего Тагила, за которую играл и я. Он играл на первой доске. Было видно, что Шахмакист очень талантливый. Тем не менее, мне казалось, что я могу с ним вот в этом берлинском Эншпиле побороться, ну и побороться именно за победу. Вообще, в 2004 году, еще небольшое отступление, мне удалось выиграть две партии у классика берлинского Эншпиля, у Алексея Александрова, многократного чемпиона Беларуси, шахматиста, который начал играть этот берлинский Эншпиль задолго до матча Каспаров-Крамник. Вот. Одна из них была сыграна в быстрые шахматы на командном чемпионате страны 2004 года по быстрым шахматам, также в Дагомысе. То есть, на партию у меня ушло где-то минуты полторы, и Черный Король там получил мат в районе поля А5. То есть, партия закончилась очень быстро. Вот. Но я потом ей хвастался, кому-то показывал, но мне в голову не пришло ее записать. Спустя 14 лет, да какой, намного позже, раньше, уже в 2014 году я спрашивал Алексея, помнит ли он эти партии. Он их помнит, конечно, но так как у меня записи нет, значит, их и не было. Такой был ответ. Вот. И вторую партию я выиграл у Алексея в Екатеринбурге, тоже в 2004 году. Он приехал на турнир, который я организовывал по быстрым шахматам. Организовывал муниципальный Екатеринбургский банк. И вот. И там в быстрой шахмате мне тоже удалось его обыграть. Хотя в итоговой таблице он меня обошел. В общем, у меня к берлинскому Леншпилю было отношение до партии с Митей Яковенко такое. Черные борются за ничью. И раз против меня не может устоять сам Алексей Александров, то с Митей Яковенко я уж точно должен с позиции силы это окончание трактовать. Следующий ход самый естественный, его чаще всех и делают А6. В своей книжке, которую мы с Игорем Лысым написали через энное количество лет после этой партии, мы рекомендуем ход король Е8. Также очень неплохой альтернативой является ход слон Д7 с идеей оставить короля на ферзьевом фланге. Очень много партий на тему слон Д7 неплохих сыграно Майклом Адамсом. Если кто-то заинтересуется, посмотрите. Ход А6 мне тоже очень сильно нравится. Это игра на победу. Черные отнимают у белых фигур поля Ж5, обеспечивая своему слону идеальную стоянку на Е6. Чаще всего белые Х3 играют, это плановый ход. В каких-то вариантах они хотят накатить пешками на королевском фланге Ж4, увести коня Ф4, Ф5. И если черный король оказывается на Е8, то это может стать очень опасным. Но после коней Е7 ходить Ж4 глупо из-за Х5, и с пешкой Ж4 возникают проблемы. А черная ладья Х8 хочет войти в игру по линии H. То есть главный недостаток этой позиции это разобщенность черных ладей. Ну, с точки зрения черных недостатков. Поэтому давать им возможность ввести в бой ладью Х8, конечно, неразумно. Несомненно, в этой позиции сильнейшим ходом является слон Ф4, имея в виду оттолкнуть короля на Е8, потом сыграть Е6, забрать на С7. И после размена чернопольных слонов доказывать, что ослабление черных полей и некоторая раскоординированность черных фигур является существенным недостатком позиции черных. Глупо играть конь Д4. Казалось бы, тоже с идеей при случае протолкнуть Е6, но здесь белого коня спнут. Поле Ф5 уже и для белого слона будет предназначено. Он будет нападать на пешку С2. А черный конь при случае вообще на С6 разместится, откуда будет атаковать пешку Е5, прыгать на Д4 или на Б4. То есть у черных уже будет большой перевес. Ход слон Е3, равенство пока не выпускает, но, несомненно, ход слабый. Король Е8, естественная реакция, на мой взгляд, черным. Нужно поменять хотя бы по одной паре ладик. И здесь после хода, вот, стоило сыграть ладья Д1. И пока слона на Б4, вот, если пойти ладья Е1, то после слона Б4 угрожает слон БЦ3. Потом Б6, Ц5. Эти слабые пешки фиксируются. И дальше в дело вступит белопольный слон черный, который просто все поест. Но есть у белых ход А3, который позволяет им рассчитывать на равную игру. То есть перевеса здесь у белых, конечно, нет. Но хуже, наверное, они тоже не стоят. Слон Ф5 невозможно из-за конь Д4. Ц5 невозможно из-за конь Д5. Ну, в общем, позиция очень сложна. Объективно, черными играть проще. У них есть ясные ориентиры. Практически любые размены в их пользу. Пешка Е5 может оказаться слабой. Вообще, как говорил про берлинский эншпиль мой друг Сергей Рублевский, сейчас тренер женской сборной команды России Сергей Владимирович Рублевский. В берлинском эншпиле часто бывает так. Вроде белые делают все правильно, а потом смотришь, у них пешка Е5 потерялась. То есть действительно очень сложный для разыгрывания вариант. И именно белым играть намного сложнее. Ход конь Д4 это существенная неточность. После кони Ф5, вроде бы конь вернулся обратно. Но, вот только что он тут стоял. Но теперь у белых при случае слон на Е3 подвисает. То есть портится пешечная структура. И с другой стороны угрожает выгодным черным размен коней. Ход конь Е4 это такой ловушечный ход. Может быть стоило увести коня с Д4. После конь Е4, конечно, я рассчитывал на то, что у меня заберут слона и два мощных централизованных коня. Давление по линии Ф, несомненно, компенсирует белым изъяны пешечной структуры. И даже то, что у черных преимущество двух слонов перевеса им явно не дает. Потому что у этих слонов отняты все поля в центр. Ну, все хорошие поля. Но опытный шахматист взял, конечно, на Д4. И, ну, конечно, Ф3 играть мне здесь не хочется. У черных очень комфортная игра. Угрожает С5. Потом где-то план черных такой. С5 и на отход слона ладья Д7. Потом король переходит на С8. В какой-то момент играется слон Е7. И ладья выходит на Д8. То есть, как только ладья H8 входит в игру, слоны начинают работать в полную силу. Ну, ход ладья Е1, конечно, более естественный. Тем не менее, в этой позиции тоже ладья Д1 играть неохота. Ответ С3 объективно сильнейший. Мощный ход H5. Несомненно, восклицательный знак. У белых появляется, у черных, вернее, появляется идея перевода ладьи на Е6 с давлением на пешку Е5. При случае ладья может пойти на Ж6. Ну и вообще, на любое поле по шестому ряду может встать. Как вы увидите, потом она на Б6 оказалась. Давайте выделю это поле. Значит, я укрепил пешку Е5. Вроде все делаю логично. Ответ H4 не менее логичен. Зафиксирована структура Ж2, H3. Теперь белые о ходе Ж2, Ж4 даже мечтать не могут. И здесь, по утверждению моего компьютера, ответ B2-B4 сохранял равную игру. Ну, во-первых, черные могут сыграть B6, не торопясь со взятием на B4. То есть, все-таки инициатива принадлежит здесь черным. А во-вторых, вот этот вот Н-шпиль. Ну, понятно, что белые могут отыграть пешку. Но мне кажется, что этот Н-шпиль из-за слабости пешки Ж2. И мощи белопольного слона черных, который и туда стреляет, и сейчас и на Ж2 будет стрелять. Мне кажется, что он у белых хуже. Опять же, черные ладьи уже готовы к бою. Ну, наверное, можно держать, раз компьютер ставит равенство. По-человечески, конечно, ставить пешку под бой просто противно. Вот так, ни за что. Поэтому я сделал ошибочный ход коль Ж5, сняв контроль с поля С5, с важнейшего поля С5. После С5 черные захватили пространство на ферзьевом фланге. И, о чем я вам и говорил, ладья пошла на Б6. То есть, все, у черных не осталось плохих фигур. Претендует временно название плохого слона Ф8. Но в данный момент он выполняет очень полезную роль. Он защищает все пешки на черных полях. А в дальнейшем черные смогут его разменять на белопольного слона. Белопольный слон ничуть не лучше. Единственный его плюс, он давит на пешку H4. Значит, да, на пешку H4 я еще раз напал. И уверенно защитили. Ну и вот что здесь делать белым, совершенно непонятно. Ход ладья D1, как вы понимаете, на руку черным любые размены в их пользу. Но и не меняться. Если не поменяться, ладья влезет на D3, будет угрожать слону H3. То есть, ладья D1, наверное, разумна. Теперь черные начинают расширять плацдарм на ферзьевом фланге. Слабая пешка B2. Ну, конечно, я повел слона на ее защиту. Но C3 мне казалось, что... Да, перевес упущен, но равенство я держу здесь левой пяткой. Аккуратней было ладья D2. Хотя в этом случае тоже белые переводят коня в район поля E3. Но тоже позиция белых не сахар. Из B5 надо считаться. И причем B5 можно провести в любой момент. И если король черных на E6 окажется, то у белых огромнейшие проблемы будут. В общем, позиция далеко не равная. Тем не менее, вот 2005 год. Я уже ожидаю присвоения гроссмейстерского звания. Рейтинг у меня за 2500 уже давным-давно. А очень многих вещей в этом окончании я не понимал. И именно их мне объяснила партия с Митей и Кевенко. Слон E4. Черные, может быть, не хотят брать на F3. У них слон очень сильный. Но белым нужно на каждом ходу считаться с этим взятием. Что потом король придет на F5, допустим. И все пешки попадают. Поэтому конь уходит. Конь это единственный шанс белых спастись. А3 немножко поспешное решение. Вроде бы намного точнее было немедленное ладья G6. И на конь G4 не слон F5, а F5. Вроде как ход А4, А3 никуда от черных не убегает. Но это компьютер так говорит. Не исключено, что ходы равноценны. По крайней мере, в партии ход А3 доставил мне массу неприятных минут. То есть я сидел, размышлял, понимал, что на А3 я отнять никак не могу. И совершенно очевидно, что позиция белых существенно ухудшилась. Стоит снять с доски ладьи. И пешки А2, Б3 и С4 просто свалятся. Поэтому был придуман защитный план. То есть вот черные пытаются добраться до пешки G2. Поэтому белый конь идет на Е3. И вроде бы у белых слон стал на Е5. Вроде бы у белых крепость. Вот они стоят на месте, все защищено. Но не тут-то было. После B5, ну была идея пойти где-то кольца 2 и съесть на А3. Теперь на кольца 2 просто последует B4. Ладья D2 это попытка активизировать свою ладью. Взамен черные начинают угрожать разменам в случае отхода коня Е3. Вот в частности здесь в ответ на конь С2 намного точнее был размен на С4. Такой парадоксальный. И после размена чернопольных слонов выясняется, что нет защиты от захода ладьи на Б2. То есть как только ладья попадает на Б2, пешка теряется. Очень важный момент. Нельзя бить на А3, потому что потерялся конь. Не менее важный момент. Это в случае конь Е3. Ладья идет на Б2, слон идет на Б1, пешка теряется. На Ф5 белые могут забрать, но как удержать пешку А3? Ну вряд ли кто-то сумеет найти. Ну может быть удержать пешку А3 возможно. И может быть даже можно за нее не потерять коня с ладьей. Но скорее всего придется отдать весь фланг. Весь королевский фланг за эту пешку. То есть позиция белых уже проигранная. И такой не шаблонный ход БЦ сразу заканчивал партию. Ход Б4 тоже очень силен. И здесь от черных требовалось найти единственную возможность, позволявшую им оказывать сопротивление. Конечно надо было пойти конь Е1 и найти ответ конь Ф3. Сейчас взятие на Ф3 невозможно. Черные вот этой пешечной цепью С5, Б4, А3 немножечко испортили свою позицию. Их король теперь не может проникнуть в лагерь белых. Да и ладья тоже. Поэтому у черных сохраняются надежды на сопротивление. Но в партии последовала конь Е3. И после размена ладей мне казалось, что я успел поставить коня на Д2. На слон Б1 последует конь Д2. Слон пойман. Сейчас я приду королем на С2. И мы сыграем в ничью. После слона Ф6 я понял, что черные бить на Б3 не хотят. С разменом чернопольных слонов слон А2 выйдет через поле Б1. И пешка А проходит в ферзи. Ну, по довольному лицу своего противника я понял, что он тоже это видит. И, конечно, сдался. То есть партия доставила в тот момент массу неприятных минут. То есть мне казалось, что я такой суперклассик берлинской военшпеля, который должен обыгрывать любого шахматиста в нем белыми. Раз уж сумел одержать две победы над самим Алексеем Александровым. Но вот здесь меня научили тому, что размен коней однозначно в пользу черных. На ферзевом фланге, если они накатят пешки, то эти пешки могут потом пройти. Хотя вроде бы раздвоить их черные не в силах. Им этого и не надо. Что активность черных фигур, если такая начинается, она компенсирует абсолютно все недостатки пешечной структуры. Что ладья Аш-8, которая совершенно неповоротливая, может через поле Аш-6 выскочить и наделать шороху на противоположном фланге. Ну и что преимущество двух слонов это не шутка, и что такое действительно существует. В общем, всем спасибо за внимание. С вами был международный гроссмейст Роман Овечкин. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, дизлайки и так далее.